А теперь обо всем по порядку. Внимание всех казахстанцев сегодня было приковано к очередному посланию главы государства. В этом году его основная суть в Казахстан в новой глобальной реальности – рост, реформ и развитие. Обращение Нуршултана Назарбаева к народу транслировалось в прямом эфире на республиканских телеканалах. У экранов телевизоров собирались целыми коллективами – это заводчане, аграрии, госслужащие, учителя, врачи, ветераны и молодежь. В новом стратегическом документе лидер нации сделала акцент на необходимости объединиться в непростых условиях экономического кризиса. Нуршултан Назарбаев подробно говорил о социальной политике, молодежи, развитии агропромышленного комплекса и улучшении инвестиционного климата. Свероказахстанцы внимательно слушали президента и отмечали своевременность и актуальность задач, поставленных Ельбасе. Обращаясь к президенту к народу, он обращается к народу не для того, чтобы поговорить просто по телевидению. Он обращается к тому, чтобы мы поняли его и сделали, каждый себя нашел, каждый себя нашел в этой реформе, каждый что-то сделал в этой реформе. Если мы правильно поймем, то, конечно, жизнь будет у нас, конечно, достойнее, чем была. И я нисколько не сомневаюсь, что улучшения будут. Почему? Потому что сегодня он смело заявил, что уже назвал, что будет сделано и как будет сделано. Он никогда не ошибался. Все, что он говорит, это говорит уже точно, что испытано. И я считаю, что сегодня, конечно, такие олигархи, которые имеют по миллиону гектар земли и нет ни села, ни работы зимой людям и все остальное, конечно, к таким надо принимать меры. Поэтому я считаю, что надо персонально рассмотреть сельское хозяйство и деньги давать туда, где они будут давать пользу. Сегодня же посла нашего президента очень актуальна, своевременна. И президент затронул основные моменты. Бизнес должен быть социально ответственным, создать рабочие места. И еще он затронул такой момент, что надо открыть профессиональные технические учреждения, чтобы дети в нем обучались бесплатно. Это очень важно, потому что мы готовим качественных специалистов, которые сегодня очень нужны производству и всем нужны. И я думаю, что для нас очень полезно то, что мы знали стратегический план нашего президента и будем действовать.